Дам слово нашему возребежному коллеге Жанну Коэн. Пожалуйста. Теперь есть довольно ограниченное количество произведений архитектуры, которые встречаются на страницах всех учебников истории архитектуры. Среди них дом Накамфина, клуб Русакова, ВМХ, дом студии Амельникова и башня Шумова. Их не очень много. Но эта маленькая группа страдает невероятно. Хочу сказать, что это не только памятники. Для архитекторов или архитектуры это памятники культуры, современной культуры мира. И не только России. И когда они страдают, много людей, кроме архитекторов, которые знают Москву, и архитектуры страдают. И, наконец, башня Шумова. Если бы была речь в Париже снести Эйфелеву башню, был, конечно, большой скандал. Башня Шумова – это не только памятник для инженеров, это тоже важный памятник Москвы 20 века. Это от Шумова много было разрушено. Это значит, что в общее произведение Шумова теперь потерял самый важный пример. Это было преступление не только против истории инженерии или истории техники, но и против истории культуры снять эту башню. Ва мне кажется, что международная экспертиза нужна, серьезных людей нужна. Я говорил о случайной башне Шумова с многими друзьями в Европе и в Америке. И уже подготовился письмо крупных инженеров против разрушения башни. Я могу тоже читать, как последнее слово. Я говорю о том, что в Европе и в Европе и в Европе и в Европе и в Европе... Россия's modernist architectural heritage. World Monument Fund has sounded the alarm over the building for over a decade. It was listed three successive times on the World Monument's watch list. 2002, 2004 and 2006, the fate of Mennikov's house and studio, an icon of Russian avant-garde architecture, remains very uncertain, if not endangered, since it appeared on the World Monument Watch in 2006. The news that Shukhov's radio tower, one of the emblems of Moscow, and one of the engineering fields of modernity, will be demolished, only demonstrates Russia's that Russia's great contribution to modern architecture is in danger of being erased, and its preservation requires urgent attention from all sectors of Russian society at this time. In 1998, when in the Всемирный список памятников, находящихся в опасности, was included in the Club Russakoff in Moscow, the Всемирный фонд памятников of the coincident of the large city that he will say for many of the objects of Russian avant-garde architecture, in which he will be confused with regret in the real time, 10 лет. Три раза подряд дом Наркомфина был включен в список, всемирный список памятников, находящихся в опасности в 2002-2004-2006 году. Также судьба дома Викторовского Мельникова, иконы русской авангардной архитектуры остаются очень неопределенной и, возможно, этот дом находится под угрозой с тех самых пор, как впервые этот дом был включен в список памятников, находящихся в опасности в 2006 году. Известие о том, что радио «Башня Шухова» один из символов Москвы и одно из наивысших достижений современного инженерного искусства будет демонтировано, только показывает, что великий вклад России в современную архитектуру находится под угрозой уничтожения и что сохранение требует срочного внимания всех слоев российского общества сегодня. Спасибо. Мне сказали, что некоторые могучие архитектуры. В городе Москвы говорят, что башня Шухова – это работа инженера, это не постройка, что можно снять башню и восстановить, что это… И я сказал бы, что если мы подумаем о критериях, которые ЮНЕСКО используют, чтобы ввести произведения на список всемирного наследия, самые важные критерии – это аутентичность и интегральность, интегрития, и целостность. И мы еще имеем эти критерии на шаблодовке, и именно из этого ввели псевдо-рестауации, и они уничтожали аутентичность этой постройки. Я думаю, я верю, что… И я надеюсь, что этот очень важный памятник современной культуры еще стать пультом. Сегодня добиваться подлинности, добиваться аутентичности, добиваться этих вещей – это надо делать действительно высочайшего класса профессиональную работу. В противном случае это выглядит как ремонт. Совсем недавно вышла книга «Инженеры» во всем мире и во все времена. От Архимеда и в ту сторону, и в эту. От России два имени – Королев и Шухов. С Королевом все понятно. Но почему Шуховым они тоже поняли? Как вы понимаете, никто же здесь не мог на них влиять. Мы же не писали письмо, что не забудьте включить Шухова. Мы увидели книгу, увидели результат. Значит, они поняли, с кем они имеют дело. С какой качеством, инженерия, искусством, строителем, как угодно это называется. Заключение с не поисками немерников института, который в течение всего срока службы башни за ней следил. Этот институт пишет, демонтаж и консервация элементов Шуховской башни при руке ее полной трате, в этом случае восстановление бессмысленно. То есть это фактически уничтожение памятника. Это замена, даже если будет на бутафорию. Эту бутафорию никто не признает за рубежом. Моя общество должна потребовать включение этих памятников в список особо ценного наследия России, чтобы им был создан специальный режим финансирования. Потому что если Шуховская башня будет утрачена, то это позор, который они стирают. Нет даже чертежей Шуховской башни, чтобы их потом собрать. Потому что Шухов строил, имея отдельные элементы чертежей и свою полу. Он стоял рядом и говорил, здесь не сходится, здесь вот так, здесь уголок, давайте прикрепаем или еще что-то. То есть это уникальная конструкция, сделанная мастером. Это один из важнейших московских географических ориентиров. Место для ее строительства выбиралось не только исходя из функциональных соображений, но также и ввиду дальнейшего плана преобразования столицы. На нее ориентированы многие улицы, многие дома поставлены так, чтобы иметь вид на эту башню. Это одно из лучших украшений, которые город Москва и силуэт, в особенности город Москва, приобрели за 20 век. Мне кажется, что москвичи должны сказать свое слово и не допустить такой потери. Это потеря не одного конкретного памятника, а это очень будет большая и серьезная рана на городе Москве.